Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас на нашем вебинаре. Тема нашего вебинара вы видите на экране. Контрагент не прошел налоговую проверку и как защититься в этом случае, мы посмотрим на примере 1С ERP. Смотреть мы с вами будем на примере ERP релиза 2.5. Я обращаю на это специально внимание, потому что, например, 2.4 релиза 2.5 немножко отличаются интерфейсом. То есть функциональность сохранена, но интерфейс компоновка некоторых блоков немного разная. Вести семинар буду я, консультант-аналитик Гардышева Галина. Вы видите на экране наши контакты, то есть наша электронная почта, телефон и адрес нашего сайта. Мы будем очень рады, если сможем оказать вам кроме вебинара еще какие-то услуги, поддержку, то есть возможно внедрение, все услуги, которые связаны с программами семейства 1С. Итак, начинаем. Как будет проходить наш сегодняшний вебинар? Тему вебинара вы сейчас видите, программу вебинара вы видите на экране. Нормативную информацию я буду вам показывать на слайдах. И параллельно мы будем переходить в демо-базу ERP. Сейчас я ее открою на ваших экранах. И я буду на примере программы, на примере конфигурации показывать вам, о чем мы говорим, как сделать какие-то определенные действия с помощью этой программы. Возвращаемся снова к нашим слайдикам. Итак, сегодня у нас тема в принципе не новая. Это как проверить контрагента. Как доказать налоговой, что ваше предприятие проявило должную осмотрительность. Как действительно ее проявить. То есть не для галочки, не для налоговой инспекции, а в реале. Что такое, извините за опечатку, ГИРБО. И что это такое, с чем едят и чем полезно. Ну и собственно говоря, какие ресурсы можно использовать, если вам необходимо срочно, вот прямо сейчас, проверить реальный контрагент или нет, или это однодневка. Ну то есть как максимально обезопасить себя в реальной жизни. Итак, немножечко истории и немножечко нормативной информации. Сама по себе тема проверки контрагента абсолютно не новая. Практически каждая компания не застрахована от того, что ее контрагента будет проверять налоговая инспекция и по какой-либо причине проверяемый контрагент может не пройти эту налоговую проверку. Для предприятия в этом случае возникают налоговые риски совершенно реальные и достаточно существенные. То есть, во-первых, будет отказано в вычете по НДС. То есть, если вы с этой компанией работали и брали входящий НДС к возмещению, то налоговики эти суммы могут признать не... Ну то есть, могут не принять во внимание и признать сделку сомнительной. Соответственно, в этом случае расходы у нас становятся неподтвержденными. И точно так же у нас налог на прибыль будет откорректирован. И будут насчитаны, ну, соответственно, пении, штрафы, то есть по полной программе все, как обычно считают налоговики. Значит, в этом случае, ну, во-первых, будут получены запросы от налоговиков, что предоставить информацию, то есть предоставить подтверждение, что вы проявили осмотрительность и так далее. Обратите внимание, если раньше фигурировал термин «должная относительность», то сейчас этот термин изменен. Вместо «должной относительности» у нас появилась коммерческая неотносительность, а смотрительность. У нас появилась коммерческая смотрительность. Соответственно, от того, что вы напишите налоговый, какие документы им предоставите, будет зависеть итог, так сказать, проверки. Ниже, вот в последнем абзаце, вы видите нормативные документы, на которые ссылаются налоговые инспекции при запросе сведений и так далее. То есть история эта тянется с 2006 года. То есть уже, слава богу, достаточно времени прошло с момента, когда это первый раз возникло. Но, к сожалению, 2021-2022 годы в связи с изменениями, которые у нас были, то есть с новыми ФСБУ, с изменениями в налоговом кодексе, принесли изменения новшества и в этот раздел. То есть сейчас основной документ, на который налоговики опираются, это письмо о налоговой реконструкции ФНС от 10 марта 2021 года. Причем, обратите внимание, здесь есть достаточно интересный юридический, так сказать, казус. Изначально налоговые службы опирались на постановление пленума арбитражного суда от 2006 года, а вот уточнение, дополнение и, ну, как бы алгоритмы, что надо проверять, основаны не на нормативных документах, а на письмах. То есть письма налоговой инспекции, письма Минфина, ну, основное, конечно, письма налоговой инспекции. Несмотря на то, что это, как бы, не основные законодательные акты, тем не менее, от штрафов понимание этого не избавят, и, к сожалению, мы вынуждены это все соблюдать и, так сказать, стелить соломки. То есть на самом деле, хочется сразу сказать, что проявление должной рассмотрительности, оно как бы распадается на два аспекта. Первый аспект – это то, что нужно доказать для налоговой инспекции. То есть когда вы уверены, что предприятие, с которым вы работаете, реальное, нормальное, ну, то есть существующее, но для налоговиков нам необходимо собрать, так сказать, досье на этого контрагента, на это предприятие и доказать, что мы со всех сторон были осмотрительными, то есть предохранялись как могли, ничего быть не должно. А с другой стороны, если, например, контрагент у вас действительно новый, вы начинаете работать с крупными сделками, и вам реально надо проверить контрагента, в этом случае мы должны будем предпринимать тоже определенные действия, но, к сожалению, они немножечко будут отличаться от, так сказать, официальных шагов, и нам придется немножко больше проявить изобретательности и смыкалки для того, чтобы реально проверить контрагента. Итак, официальная, так сказать, точка зрения, что проводить проверку контрагента рекомендуется перед любой сделкой, но особого внимания будут требовать в случае, если вы заключаете сделку с новым партнером, если вы заключаете договор с предоплатой, то есть когда вы отправляете какую-то предоплату неизвестному вам еще лицу, если заключается договор с отсрочкой платежа или с рассрочкой, ну, то есть, например, вы продаете что-то новому контрагенту, который заплатит вам не сразу, а, соответственно, слегка позже. И заключение договора, если ваш контрагент зарегистрирован в другом регионе, ну, чаще всего это имеется в виду не конкретно там российский город, а может быть СНГ, может быть, ну, какие-то другие республики. Это чаще всего именно связано с такими договорами. Еще одна тонкость. Какие признаки могут указывать, что ваш контрагент недобросовестен, то есть на что ориентируются налоговики, когда выдвигают вам такие претензии. Ну, первая претензия – это если у вас контрагент зарегистрирован по адресу массовой регистрации, то есть у налоговиков по этому адресу зарегистрировано большое количество компаний. К сожалению, это достаточно на практике, именно в реальной жизни, неоднозначный показатель, потому что достаточно много офисов, офисных помещений, которые сдают в аренду офисные площади, и, соответственно, там может быть зарегистрирована реально действующая организация, которых достаточно много. Ну, то есть, например, в каждом офисе, в каждом кабинете и так далее. Но налоговики, естественно, к этому будут придираться и будут присылать запрос, что ваш контрагент находится по месту массовой регистрации. И представьте, пожалуйста, объяснение. Следующий показатель – это если директор и главный бухгалтер – это одно и то же лицо. Ну, а если он еще и учредителем при этом является, то это вообще совсем плохо. Ну, опять же, в реальной жизни, если компания небольшая, если она оказывает какие-то эксклюзивные услуги или выпускает какую-то эксклюзивную продукцию, и у нее небольшой штат, то вполне может быть, что это реально действующая компания, у которой и директор, и главный бухгалтер в одном лице. То есть для реальной жизни это тоже не совсем достоверный показатель, но звоночек для того, чтобы проявить бдительность все-таки. Да. Если компания постоянно меняет виды деятельности. Тоже спорный момент, потому что компания могла зарегистрировать общепризнанные виды деятельности, там маркетинг, логистика, еще что-то такое. Но потом все-таки она реально начинает заниматься тем, чем они планировали заниматься, и тогда, естественно, будет меняться вид деятельности. У фирмы имеется крупная задолженность или кредитное обязательство. Скажем так, более однозначно, но опять же не на 100%. Потому что для того, чтобы проверить задолженность, нужно посмотреть отчетность. Если юридическое лицо зарегистрировано в начале года, то, соответственно, годовую отчетность, оно сдаст только через год. То есть, соответственно, взять информацию о том, что у нее имеется какая-то крупная задолженность или какие-то кредитные обязательства, будет проблематично. Но, тем не менее, это уже реальный пункт, на котором следует насторожиться. И еще один момент, который налоговики проверяют, это если регистрация контрагента проводилась прямо перед заключением сделки. Но, опять же, здесь может быть ситуация, когда, если это какая-то серьезная сделка, то специально для нее могли зарегистрировать юрлицо. Но звоночек, так сказать, да. По этому поводу тоже нужно насторожиться. Теперь еще несколько интересных моментов. То есть, в принципе, что вкладывается в понятие должная осмотрительность или коммерческая осмотрительность, как сейчас это трактуется. То есть, это практически проверка фирмы на способности исполнить договор. То есть, практически раньше, если фирма сертифицировала свою продукцию, именно свою продукцию, то такие сведения именно и собирались и санитарными инспекциями, и Роспотребнадзором, ну, соответственно, всеми контролирующими органами. То есть, необходимо было представлять сведения о станках, об оборудовании, которое у вас есть, о штатном расписании. То есть, что у компании имеется физическая возможность выполнить взятые на себя обязательства. Сейчас, ну, раньше, фактически для налоговой инспекции было достаточно, ну, предпринять два-три шага. То есть, запросить выпуску из ЕГРУ или из ЕГРИП, если это эпист, проверить, что полномочия директора не стекли, то есть, запросить копию решения учредителей о назначении генерального директора, главного бухгалтера. Ну, то есть, более формальный был подход. Сейчас подход сильно ужесточен и, соответственно, поскольку многие документы выложены в открытом доступе, то теперь не всегда обязательно просить именно копии. То есть, раньше в комплект документов для договоров входила копия устава, копия учредительных документов, в копии, заверенные печатью и подписью контрагента. Ну, соответственно, приказов о назначении директора, главного бухгалтера и так далее. На самом деле, законодательно перечень документов, которые вы должны истребовать у вашего партнера, не закреплен, не утвержден. Поэтому, соответственно, если эта компания, например, какая-то крупная или, ну, скажем так, ершистая, то вам могут и отказать в предоставлении такой документации. На самом деле, это повод насторожиться, потому что вот здесь как раз таки, если компания позиционирует себя как надежную, с низкими рисками и так далее, то и документация у нее должна быть в порядке, то есть должны быть сканокопии, должны быть либо в открытом доступе, либо вам должны прислать все эти документы по электронной почте, например. И вот в этом случае как раз таки обязательно проверять компанию перед заключением крупных сделок. это, в принципе, нужно делать всегда, поскольку это не только для налоговой, но и для вас, то есть убедиться, что да, реально мы, то есть мы имеем шанс провести эту сделку корректно и с выгодой, а не просто поддаться на провокации. Что такое крупная сделка? Для ОООшек, например, крупная сделка, это если договор или цепочка договоров выше 25% стоимости активов общества, обратите внимание, именно активов неуставного фонда. Как только мы начинаем проверять, подходит под критерий крупной сделки или нет, соответственно, у нас становится вопрос, мы должны взять информацию об активах общества. Мы немножко позже поговорим о том, где такую информацию взять, ну, то есть чтобы она была достоверной, а не нарисованной там с помощью фотошопа. И как проверить, что эта сделка крупная и, соответственно, возможно, контролируемая, надо ли по ней подавать информацию в налогово-контролируемых сделках или можно обойтись без этого. Может, естественно, быть ситуация, когда, например, крупный бизнес и собственники бизнеса ограничивают крупные сделки какой-то конкретной цифрой. Ну, например, они могут обозначить, что крупной сделкой будет являться сделка на сумму там от 500 тысяч рублей, от миллиона и так далее. Чем это грозит? Это грозит тем, что если сделка будет признана крупной, то подписывать договор о такой сделке директор самостоятельно не может. у него должно быть решение об одобрении этой сделки собственниками. То есть либо собранием учредителей, либо учредителем в единственном лице. Но кроме его подписи к договору должно быть приложено решение собственников. Официальная часть балета налоговики рекомендуют сделать письменный запрос в налоговую инспекцию по месту нахождения контрагентами. Суды такое обращение расценивают как проявление должной осмотрительности. На практике, ну скажем так, далеко не всегда компания захочет продолжать сотрудничество в случае, если она узнает, что вы делали по ее поводу запрос в налоговую инспекцию. Но в этом случае, если разговор идет о крупной сделке, то естественно, если ваши действия вызывают негативную эмоцию, то стоит очень-очень сильно насторожиться, потому что значит здесь что-то не совсем чисто. Суды обязывают налоговые органы предоставлять запрашиваемую информацию. Но здесь нужно понимать, что эта информация будет в пределах, которые ограничиваются налоговой тайной. Еще, ну как бы алгоритм, как мы проверяем контрагента. То есть, в, так сказать, личном общении мы должны запросить у нашего контрагента копии основных документов. То есть, это копии чертикных документов. В идеале договор аренды, чтобы подтвердить, что реально арендуется помещение, в котором, там, например, хранится товар, который мы хотим купить, или производственный блок в этом помещении размещен. Ну, соответственно, получить актуальную выписку из Росреестра. Это достаточно несложно. Есть достаточно много ресурсов, где можно получить такую выписку. Начиная от сайта самой налоговой инспекции и кончая всякими сервисами по проверке контрагента, которые есть, например, и у Контура, и у Списа. Ну, то есть, короче, у всех, практически у всех крупных информационных сайтов или консультационных программ. Вот проверить, не массовый ли адрес у контрагента немного сложнее, но тоже не слишком проблематично. То есть, задать адрес регистрации и те же самые ресурсы, про которые я только что сказала, вам выдадут, если по этому месту зарегистрировано несколько юрлиц. Следующий шаг – это проверить, не дисквалифицирован ли директор. То есть, если он дисквалифицирован, то, понятное дело, с ним никаких договоров подписывать нельзя. И следующий шаг – это проверить, так сказать, размер бизнеса. То есть, если ваш контрагент отнесен, например, к компании, отнесен к критерию малого или микропредприятия, то, понятное дело, что заключить с ним крупную сделку, ну, достаточно проблематично, потому что в этом случае возникает вопрос, а кому он тогда подавал недостоверные сведения, если он малый или микропредприятие. Ну, берем идеальный вариант, что мы все это проверили, собрали со всех информационных ресурсов распечатки, информацию, что контрагент живой, что это не однодневка, что он реально может выполнить условия договора. Лучше всего, конечно, сформировать, ну, что-то типа портфолио, куда всю эту информацию сгруппировать для того, чтобы в случае чего можно было подтвердить, вот мы все это сделали. Теперь еще один вопрос, я уже говорила про это письмо, письмо налоговой инспекции о реконструкции от 10 марта 2021 года. В этом письме инспекция уточняла, что такое, что она подразумевает под должной коммерческой осмотрительностью. Перечень вы видите на экране, то есть практически то же самое, о чем мы с вами поговорили уже, но единственное понятие проверить его платежеспособность. Вот это вопрос задачники, потому что даже самое, ну, скажем так, устойчивое предприятие может в какой-то определенный момент времени, ну, либо из-за ошибок, либо еще за каких-то моментов, либо из-за форс-мажорных обстоятельств не иметь возможности осуществлять платежи, но это не значит, что оно не в состоянии погасить свою задолженность. Возможность предоставления обеспечения исполнения. Вот это, конечно, более безопасный вариант, то есть может быть либо банковская гарантия, либо поручительство, либо еще какие-то. Наличие материально-технических и кадровых ресурсов. Ну, здесь, опять же, нужно приложить больше усилий и несколько источников проверить. Опыт. Это, опять же, достаточно относительный показатель, потому что что такое опыт? Может быть, мы закупили станок, который у нас три года простоял, мы на нем ничего не выпустили, но выложили информацию, что мы три года выполняем вот такие-то работы и производим такую-то продукцию. Ну и последний пункт. История взаимоотношений предшествующих собственников. Ну, соответственно, если сделка попадает под критерию крупная. То есть все эти пункты налоговая, в общем-то, научилась уже достаточно четко отслеживать и однодневки, и технические фирмы, то есть которые служат для перегонки, либо для увеличения звенности. Ну, то есть уже как раз накопила опыт и имеет достаточно четкий алгоритм по их выявлению. А вот когда вопрос касается именно реально подстраховаться, вот тут возникают некоторые нюансы. То есть как доказать, что мы проверили компанию и проявили должную коммерческую осмотрительность после выхода вот этого письма налоговой инспекции от марта 2021 года. Ну, во-первых, адреса. То есть мы получаем адреса из сведений о регистрации, но в этом случае нужно четко понимать, что если адрес регистрации, например, какое-то офисное здание, где они арендуют один кабинет, а предполагается, что они вам поставят собственные продукции на несколько миллионов, то, мягко говоря, это не соответствует действительности. Ну, вы видите все эти пункты на экране. Практически это вариации того, о чем мы с вами уже поговорили. В основном очень пристально проверяются строительные организации и те, которые имеют лицензии, то есть на лицензируемую деятельность. Ну, строительные организации, естественно, должны иметь членство в СРО, соответственно, должны быть данные о том, что какие-то другие контрагенты, кто работал с этим юрлицом, реально эти сделки осуществляли, то есть это реально существующая и действующая компания. Обратите внимание, переписка. То есть подтвердить то, что вы проверили регистрационные данные, это одно, а для того, чтобы подтвердить, что эта сделка реально имеет экономическую обоснованность и так далее, то могут с вас потребовать того, чтобы вы предоставили переписку, ну, как бы протоколы встреч, ну, то есть то, что за рамками обычных финансовых документов. Кроме того, требуется по-хорошему приложить собственное заключение или пояснительную записку, что вы проверили вот такие-то данные из таких-то ресурсов и по данным вашего анализа вы пришли к такому-то выводу. Перечень того, что требуется, вы видите на экране, это еще не полностью перечень, сейчас будет вторая часть марлезонского балета, то есть что еще нужно проверять для того, чтобы реально подстраховаться от обвинения в неосмотрительности. Собственно говоря, мы с вами это сейчас разговариваем о нормативной информации, вроде как про конфигурации 1С, семейства 1С или 1С ERP, я еще ничего не сказала, но, к сожалению, еще несколько слайдов нам придется посмотреть и уделить внимание именно нормативной составляющей, потому что, собственно говоря, крутится вокруг этого и вокруг ужесточения требований налоговой инспекции. Хочу обратить внимание, еще один момент, который, в принципе, налоговики обычно не рекомендуют, ну, как бы не афишируют, но то, что нужно реально сделать. То есть если вы видите, что, например, у вас юрлицо, ну, например, по руководителю или по адресу регистрации или еще как-то имеет признаки аффилированности, то в этом случае нужно очень четко просмотреть цены, то есть цены на аналогичные товары или услуги. И если вы видите отклонение средних цен от того, что вам предлагают больше, чем на 20%, то это повод не только насторажиться самим, но и быть уверенной, что налоговиков это однозначно тоже привлечет. Ну и, конечно, не принимать заведомо какие-то эксклюзивные формы оплаты, то есть, например, какие-то векселя других организаций или еще что-то, или договора о новации, когда идет переуступка долга. Сейчас я выведу вам слайдик с небольшим, так сказать, чек-листом, то есть, что нужно сделать, какие документы подготовить, чтобы вы могли перед налоговиками, так сказать, отчитаться. То есть, вот вы видите 9 пунктов. Это, собственно, шаги, вопросы, на которые вы должны ответить, чтобы подтвердить, что ваша организация белая и пушистая. Ну, собственно, это небольшая выжимка из того, о чем мы говорили вот предыдущие несколько минут. Теперь еще одна тонкость. То есть, в ERP есть интегрированный сервис. Я обращаю внимание, что в ERP, но не только в ERP, есть и в бухгалтерии, в комплексной автоматизации, в некоторых других конфигурациях. Есть интегрированный сервис, который позволяет проводить проверку контрагента по ИНН. Сервис очень удобный и на практике он больше удобный. Почему? Что, во-первых, он позволяет заполнить по ИНН, то есть, когда вы вводите в справочник нового контрагента, этот сервис позволяет, вы внесли ИНН, например, и переходите по ссылке, сразу программа заполняет вам все данные на этого контрагента. То есть, правильное название, правильный кодокод, правильный адрес. То есть, это в первую очередь экономит время для введения контрагентов, новых контрагентов в справочнике. А второй момент, соответственно, сразу, если там есть какие-то косяки, то вас об этом предупреждают. Сервис этот, один из контрагентов, доступен подписчикам ИТС, то есть, информационно-технологическое сопровождение. Если ИТС, есть двух видов, есть ИТС техно и ИТС проф. Стоимость у них различается, то есть, ИТС проф дороже, и подписчикам ИТС проф доступны бесплатному формате сервис контрагенты, достаточно много других сервисов. Если у вас подписка техно, то эти сервисы будут вам тоже доступны, но за дополнительную плату. Плата не слишком большая, то есть, допустим, контрагент, это порядка 4800 рублей за год. Есть, допустим, еще один очень удобный сервис, 1С пар, он стоит порядка 3000 за год. то есть, согласитесь, если это разбить по месяцам, то сумма, ну, более чем не страшная. А, значит, как проверить, подключены вы или не подключены, и, ну, если не подключены, то как можно активировать этот сервис. Значит, сейчас я вам показываю на экране точки, это у нас раздел МСИ и администрирование, есть раздел поддержка и сервисы, ну, и, соответственно, проверка контрагента. Сейчас мы с вами перейдем в демо-базу, и в демо-базе я вам то же самое покажу, как сделать вживую. раздел МСИ и администрирование, сейчас, извините, интернет-поддержка и сервисы, переходим в этот раздел, и обратите внимание, здесь у нас достаточно много того, что мы можем использовать. То есть, первое, это когда вы заходите в программу, программа у вас запрашивает данные для подключения, то есть, ваши ИТС, ну, соответственно, вот я ввожу, и у меня теперь интернет-поддержка. Ну, кроме классификаторов и курсов валют, вот у нас есть дополнительные сервисы, проверка контрагентов, 1С парк риски, ну, допустим, 1С коннект, ну, то есть, достаточно много сервисов. Нас интересует, как подключить или проверить подключение, проверку контрагентов. Значит, мы здесь должны проставить чекбокс, автоматически проверять контрагентов по ЕГРН, и должны нажать вот эту кнопочку, то есть, проверить доступ к веб-сервису. Успешно пройдено, то есть, у меня есть подключение, и в этом случае, вот этот дополнительный сервис у нас включен, и мы можем по нему работать. Кроме того, вот по таким ссылочкам, которые выделены синим текстом, мы можем поподробнее посмотреть, что это за такой сервис, посмотреть про него общие сведения, как его включить или выключить, как настроить, ну, и, собственно говоря, получить другую информацию. И вот, значит, общие сведения, вот они, дальше идет расшифровка. То есть, когда мы вводим ИН нового контрагента, у нас высвечивается информация, что, например, контрагент есть в базе ФНС, то есть, значит, он зарегистрирован, все в порядке, он действующий, и, ну, как бы, это уже должно успокоить. Если мы видим какие-то другие изменения, например, не действуют, или изменен КПП, ну, то есть, это значит, что ближайшую неделю, которая была, у контрагента происходили какие-то изменения. Ну, например, если был изменен КПП, возможно, это было открыто или закрыто обособленное подразделение. А вот если мы видим уже вот такие предупреждения, то есть, КПП не соответствует данным базы, контрагент отсутствует в базе ФНС, неверные, ну, то есть, какие-то из вот предупреждения, которые вы видите на экране, то это значит стоп, сразу прекращаем телодвижение и выясняем, что же не так, потому что в противном случае мы сами подставляемся под риски. ну, и здесь идет дальше инструкция, как нужно настроить, как настроить для того, чтобы вам было это удобно, то есть, можно включить автоматическую проверку, можно вручную, то есть, когда вы в ручном формате, ну, соответственно, вот так же, как ссылочка, я вам показывала, что такое этот сервис, так же можно по ссылочкам посмотреть и другую информацию, вот, ну, вот, слайдик, сейчас мы вернемся к нашим слайдикам, и вот, то же самое, что мы сейчас с вами посмотрели, вот я вам показываю на сайте, чтобы зрительное легче воспринималось, то есть, инсы и администрирование, интернет-поддержка и сервисы, и проверка контрагентов, аналогично можно один из парк риски и, допустим, внешний компоненты один из коннектов, то есть, подключить любую другую поддержку. Это мы с вами, в общем-то, в большинстве случаев говорили про именно официальную часть балета и про то, что нужно сделать для того, чтобы для налогового или для других контролирующих органов доказать, что мы провели все мероприятия, проявили должную осмотрительность и как бы к нам претензий быть не должно, мы не пытались провести фиктивную сделку. Ну, соответственно, здесь сейчас вы видите на экране то, что мы с вами уже посмотрели, так сказать, живую на домобазе, то есть, это какие предупреждения могут быть при включенном сервисе и соответственно, что это сразу звоночек, что нужно насторожиться и любом проверять это все другими способами и на других возможных ресурсах. Вот как будет выглядеть карточка контрагента, когда у нас включен этот сервис и, соответственно, он работает, например, в автоматическом режиме. То есть, вот эта ссылочка, что контрагент есть в базе ФНС. и в журнале у нас будут отражаться вот такие пиктограммки, то есть, эти треугольнички, ну, во-первых, с разными рисунками, а во-вторых, с разных цветов. А вот теперь у нас появляется, если мы реально хотим, допустим, проверить контрагента, проверить, что он имеет финансовые возможности, что сделка не попадает в раздел крупных, где мы можем посмотреть бухгалтерскую отчетность и, соответственно, как с ней сейчас работает налоговая инспекция. Ну, во-первых, с 18-го года были внесены изменения в налоговый кодекс и в закон о бухгалтерском учете. Соответственно, эти изменения затронули предоставление отчетности именно бухгалтерской в смежные контролирующие органы. То есть, например, если раньше требовалось бухгалтерскую отчетность в некоторых случаях сдавать либо в статистику, либо в финмониторинг, либо еще в какие-то организации, то теперь этого делать не нужно. И, соответственно, такая информация публикуется в открытом доступе и все заинтересованные лица могут к ней обратиться. Значит, здесь хочу сделать акцент, что на ресурсе размещается именно годовая бухгалтерская отчетность, которая сдается только в один адрес, то есть в налоговую. Отчетность сдается именно бухгалтерская, а статистику теперь баланс сдавать не надо. Ну, естественно, если предприятие не работает с гостайной или по каким-то закрытым перечням правительства. Значит, был сформирован единый ресурс, который называется ГИРБО, государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности. Доступ к этому ресурсу у нас бесплатный. Значит, вступил он в действие с 2019 года, то есть годовая отчетность за 2019 год уже была размещена в ГИРБО. Соответственно, за не сдачу, за непредоставление бухгалтерской отчетности годовой теперь предусмотрены большие штрафы. Если раньше взымался штраф фактически номинальный, то есть там 200 рублей за не сданный документ, ну, то есть это просто номинальная сумма, то теперь штрафы гораздо выше. И теперь, если ваша организация не попадает под обязательно аудит, но не сдала своевременно годовую отчетность, то должностное лицо, то есть соответственно либо главбух, либо руководитель, который отвечает заведение двух учета, будет оштрафовано 50-70 тысяч, а на само юрлицо штраф уже составит от 100 до 200 тысяч. Это в случае, если вы не попадаете под обязательно аудит. А вот если вы попадаете под обязательно аудит, то штрафы увеличиваются для должностных лиц, это будет уже от 80 до 100 тысяч, а для юридических лиц от 300 до 500 тысяч. То есть обратите внимание, если у вас предприятие подлежит обязательному аудиту, и вы либо не сдали вовсе, либо не своевременно сдали годовой отчетность, то вы уже под этими штрафами находитесь. Продолжаем вопрос, если я хочу получить реальный информацию о каких-то организациях, то есть где я могу эту информацию получить. В гербо я могу получить официальную отчетность, которую предприятие сдавало, а все другое. То есть проверили по игре, проверили по тем каналам, которые размещены в налоговой инспекции, которые мы можем вызвать в демо, которые мы можем вызвать вот в этом сервисе, но информации недостаточно, то есть не могу я получить, например, всю достоверную информацию, которую хочу. Значит, вот в этом случае, сейчас мы снова вернемся к нашим слайдикам, мы можем воспользоваться другими официальными ресурсами, которые на самом деле дают достаточно полную информацию. Один из таких ресурсов, то есть это не в качестве рекламы, а в качестве спасательного круга, это сайт, российский сайт, всероссийская система проверки контрагентов, называется она «За честный бизнес». То есть в этом случае точно так же либо по ИН, либо по наименованию, ну, то есть по любому из реквизитов может быть по адресу регистрации, вот видите поле, где мы вводим эту информацию и нам высвечивается все, что есть на это предприятие. Ресурс бесплатный в большинстве, то есть общее сведение о предприятии вы можете получить бесплатно, а вот если у вас уже либо нужна более подробная информация, либо вам требуется что-то нестандартное, вот в этом случае там уже доступ платный, денег в принципе это не очень больших стоит, но информация там собирается со всех источников, где размещены сведения об этой компании. И обратите внимание, сразу дается оценка рисков, то есть важные факторы, на которые следует обратить внимание. Ну, во-первых, статус действующий, дата регистрации, ОГРНС, какие налоговые режимы проверяются, применяют предприятия, ну, то есть достаточно подробное досье на компанию, плюс здесь же можно посмотреть участие в судах, участие в допустим процедуре банкротства, ну, то есть в принципе этой информации достаточно для того, чтобы составить свое мнение. Естественно, можно проверить по сайту налоговой инспекции, то есть налог, 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 кстати, тоже очень неплохой ресурс, адрес налог, налог латинскими буквами, и там достаточно много и сведений в предприятиях и комментариев и нормативную документацию размещенную и так далее. Ну, и теперь то, что у нас относится к событиям последних дней, то есть прошлую пятницу налоговая на своем сайте сообщила, что в отношении 137 тысяч компаний в Егрю были внесены метки о недостоверных данных, организации у которых появилась такая метка будут исключены из реестра без суда и следствия, если не уточнять данные в установленные сроки. Обратите внимание, то есть по-хорошему нужно прямо вот в пожарном порядке посмотреть сведения о вашей организации, не попали ли вы в эти 137 тысяч компаний и не требуется ли вам подача каких-либо данных для того, чтобы из этого списка вас исключили. К сожалению, попасть в список гораздо легче, чем из него исключиться. Обратите внимание, мы сейчас с вами снова перейдем в демо базу по ERP. Это я показывала вам интернет-поддержку и дополнительные сервисы, которые присутствуют. Теперь возьмем например, сейчас мы закроем лишнее, чтобы нам не мешалось. Так. Ну и например, возьмем продажи. Что я хочу вам показать? То есть вот у нас справочник клиентов. Сейчас мы перейдем, когда он откроется, в любого клиента и на примере карточки контрагента посмотрим с вами несколько моментов. Ну, допустим, альфа-протон. Значит, если это у меня партнер или клиент, то, соответственно, я должна проставить здесь флажочки, кто у меня этот, ну, то есть, либо партнер, либо клиент, партнеры, это управленческая группировка, а юридическая это клиенты, то есть, юридические лица. То есть, если у нас с вами указан ИНН, то это у нас юридическое лицо, ну, соответственно, там уже зависит от организационной формы, то есть, ООО, ПАО и так далее. Если это не, ну, то есть, если ИНН не указан, то в этом случае это партнер и это неадминистративная управленческая группировка. То есть, например, партнер, у которого может быть несколько юрлиц, там, ну, например, строительная организация, у которой для каждого здания или каждого строения зарегистрировано отдельное юрлицо. Ну, то есть, скажем так, одна из самых распространенных схем. И, собственно говоря, хочу вам показать вот меню взаимосвязи, то есть, любое, мы можем показать, любое предприятие создать взаимосвязи. То есть, например, Альфа-партнер, это предприятие, которое я сейчас открыла, имеет, например, связь клиент-поставщик и второй партнер, то есть, создать связи между вашими контрагентами или партнерами. То есть, это для того, чтобы реально либо зафиксировать, либо, наоборот, увериться, что это не аффилированные лица и не аффилированные предприятия. Но, к сожалению, вопрос, который у нас был вынесен, так сказать, в заголовок нашего вебинара, если предприятие, если контрагент не прошел налоговую проверку, как подстраховаться, здесь ключевой вопрос о том, что это именно налоговая проверка, потому что, к сожалению, информации о прохождении или не прохождении налоговых проверок в открытом доступе у нас не размещается. В этом случае мы можем ориентироваться только на то, что у нас, например, пришел запрос, встречный запрос о предоставлении информации от налоговой инспекции. И в этом запросе уже тематически конкретно указываются, например, по какой сделке или по какому договору, или какие сведения были, вызвали интерес налоговиков. То есть, в этом случае мы уже отвечаем на запрос, пишем пояснительную записку и предоставляем материалы, которые у нас имеются. То есть, те материалы, которые мы собрали, когда стелили соломку. Хочу сейчас вам показать юридическое лицо, то есть, не партнера, а юридическое лицо. именно в отношении того, где что здесь расположено, из того, что нам может или не может представлять угрозу. Ну, во-первых, видите, юридическое лицо. Вот я ввела ИНН и по нажатию вот на эту клавишу у меня предприятие, у меня программа заполнит все сведения о предприятии, то есть, КПП, КПО, ну, собственно, все, что есть на этого контрагента. И сразу предупреждение. По данным ФНС контрагент не действует. То есть, мы с вами в этом случае используем сервис проверки контрагентов и видите в карточке клиента у нас вот оно это предупреждение. Кроме этого, кроме того, того, что на закладочке основной заполняются данные по организации, заполняются сведения и про адреса, телефоны, то есть, контактная информация и так далее. В идеале, чтобы у вас были подгружены классификаторы адресов, чтобы программа могла заполнить корректно вот эти сведения. и обратите внимание, то есть, у нас здесь есть просто договор с контрагентом, то есть, это рабочий договор, по которым мы работаем с этим контрагентом. Есть договора аренды и есть лицензии поставщиков, ну, допустим, вот на конкретную, допустим, алкогольную спиртосодержащую продукцию. По кнопочке еще мы можем перейти в проверку Spark Risky, ну, то есть, это опять же подключаемый веб-сервис и это тоже связано с проверкой контрагентов. Значит, мы с вами уже поговорили, что сведения о том, что прошел или не прошел ваш контрагент налоговую проверку, мы можем взять только на основании, собственно говоря, запроса из налоговой инспекции. А вот посмотреть отчетность по ГИРБО мы можем, но, соответственно, в этом случае здесь уже будет более трудоемкий финансовый анализ, потому что мы должны будем посмотреть данные, которые размещены в балансе, то есть, оценить, проанализировать активы предприятия, проанализировать пассивы, посмотреть долгосрочные кредитные обязательства или краткосрочные, потому что, ну, практически очень многие предприятия пользуются кредитами банков для ведения бизнеса, ну, то есть, нужно смотреть соответствие отражения в пассивах, в активах и оценить реально ли нам безопасно с ним работать. Еще поговорим по ГИРБО. Ну, это вот, собственно, определение ГИРБО, это то, что я вам уже говорила, это реестр бухгалтерской отчетности, формируется он с 2020 года, то есть, уже два года как, сейчас этим занимается налоговая инспекция ФНС, и мы можем посмотреть, то есть, в любом случае, эта отчетность, если размещена, мы можем ее проанализировать, если, например, ну, уже, соответственно, 19-й, 20-й год, 21-й год, если за эти года не размещена отчетность, значит, предприятие какое-то какое-то левое, ненадежное, потому что отчетность она за этот период не сдавала, если оно зарегистрировано не за неделю до нашего контакта с ним, а раньше, то, соответственно, получается нелепый вопрос, ребята, если вы зарегистрированы в 2015-м году, то где ваша отчетность, почему вы не отчитывались налоговую инспекцию, значит, в гербон входит официальная бухгалтерская отчетность, которую предоставляют налоговые выложены и для Банка России, обратите внимание, что и для налоговиков, и для банков, то есть, соответственно, если вы туда сдали одни данные, а сюда другие, то это будет сразу видно, ну и, собственно, все заинтересованные лица, это в основном статистика, внебюджетные фонды, банковские организации могут получить оттуда информацию бесплатно, ну, собственно говоря, это не только банки, это может быть и собственное предприятие там посмотреть, я, например, как физическое лицо могу посмотреть эту информацию, но общие сведения для меня будут бесплатны, а вот если у меня потребуется информация, например, не просто информация, а получить копию баланса какого-то предприятия или, например, получить данные о предприятии, которое работает с гостами, то в этом случае у меня, во-первых, будет другой комплект документов, который мне надо будет отправить, а во-вторых, эта информация будет предоставляться уже за деньги. Снова вернемся в нашу демо-базу. и собственно хочу показать еще один небольшой момент. То есть вот у меня выделено в журнале конкретное юрлицо, и мы можем через меню один из парк риски, это дополнительная доработка, дополнительный сервис, который мы можем распечатать и предоставить налоговую инспекцию, но не обязательно распечатать, можем отослать в электронном формате, как подтверждение того, что мы делали все шаги для того, чтобы провести должное осмотрительность. То есть мы можем получить справки, запросить справку и получить сведения про эту организацию. Мы можем попросить события из мониторинга, то есть нам распечатали. Соответственно, это будет информация, если есть какие-то исполнительные производства, в каких-то арбитражах и так далее. Но опять же, повторюсь, некоторые сервисы платные, в зависимости от того, какой у вас СТС и какой вы сервис выбрали. и очень удобный напоследок так сказать формат это досье контрагента. То есть досье контрагента это можно получить печатную форму, в которой собрана вся информация. Ну вот у меня, поскольку дома доступе здесь, демобаза здесь и в общем-то немного информации. Но если вы заполнили в справочнике контрагента все, что вы про него узнали, то у вас получится хорошее досье, которое можно вывести на печать и соответственно отправить любому заинтересованному лицу. То есть мы можем здесь вывести бухгалтерскую отчетность и можем вывести анализ налоговой отчетности. Ну соответственно если она у нас будет. Обратите внимание, где это у нас находится. То есть это у нас карточка контрагента, точнее вот журнал контрагента и отчеты по этому журналу. Досье контрагента, то есть это один из самых удобных вариантов группировки всех сведений, которые содержатся в разных на разных информационных ресурсах. На этом разрешите нашу с вами встречу закончить. Я сейчас еще раз выведу на экран титульный лист, то есть на информацию о нашей компании. Еще раз повторюсь, электронная почта, телефоны и адрес сайта. мы будем очень благодарны вам за вопросы, которые вы можете нам задать любым удобным способом. Если эти вопросы будут в письменном формате, то в этом случае мы сможем ответить вам, во-первых, более подробно, во-вторых, более адресно, то есть уже конкретно касательно вашего предприятия. Ну и еще одна небольшая информация это, что наши вебинары записываются и, соответственно, немного позже вы сможете посмотреть запись нашего вебинара, если по каким-то причинам вам не удалось досмотреть до конца, или вы не смогли в этот день присутствовать на вебинаре, то вы сможете потом посмотреть эту информацию в записи. На этом разрешите попрощаться компания Кодерлайн благодарит вас за внимание и за время, которое вы нам уделили. Надеемся на дальнейшее сотрудничество, будем очень рады быть вам полезными в любых сферах, которые касаются программного обеспечения 1С. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok